В 1468 году один пронырливый итальянец, которого на Руси называли Иваном Фрязиным, настоящее его имя было Джан-Батисте де Лавольте, приглашенный в Москву наладить чеканку монеты, предложил устроить брак вдовствующего Ивана с византийской царевной Зоей Палеолог. К тому времени греческая империя уже полтора десятилетия как пала, но престиж титула василевцев был очень высок. Отец Зои, правда, василевцем никогда не был, последнему императору он приходился братом, однако унаследовал это звание, то есть пышно именовался кесарем в изгнании, однако не имел ни владений, ни средств к существованию. Его наследник Андрей Палеолог впоследствии торговал императорским титулом, пытаясь соблазнить им и своего зятя Ивана, но тот не любил выкидывать деньги на ветер и отказался. Правильно сделал, потому что бессовестный византиец умудрился в разное время продать свое кесарство аж трем разным принцам. Таким образом партия была не такой уж блестящей, тем более что к 1468 году Зоя осиротела. Два ее предыдущих жениха, сын мантуанского маркиза и захудалый король кипрский, поразмыслив, от такой невесты отказались. Зоя была беспреданницей и жила на издевении у римского папы, из милости и довольно скудно. Павел II был рад избавиться от этой обузы, тем более что хитрый Вольпе наобещал понтифику, что таким образом можно будет приобщить Московию к католичеству. Принцесса, рожденная в православии, в Риме, разумеется, перешла в латинскую или, по меньшей мере, униатскую веру, о чем Иван Фрязин сообщать русским не стал. В Риме надеялись подключить Московию к антитурецкой коалиции. Османская империя была для Святого Престола главным врагом и постоянной угрозой. В Москве женитьба на византийской царевне воспринималась совсем не так, как в Европе. Богатый русский государь в приданом не нуждался. С далекой Турцией ссориться не помышлял. Зато был крайне заинтересован в повышении своего престижа. После долгой и унизительной ордынской зависимости новому суверенному государству нужно было возвращаться на международную арену и повышать свой статус. Что мы сегодня знаем о молодой женщине, которой предстояло сыграть важную роль в русской истории? По меркам того времени она была сильно засидевшейся невестой. Вступила в брак 24-летней. Внешность при политическом браке большого значения не имела, но Вольпе, следуя европейскому обычаю, привез в Москву портрет девушки. На Руси, где светские портреты были не в обиходе, картину назвали иконой. К огромному сожалению, эта икона до нашего времени не сохранилась. Кажется, Зоя была на итальянский взгляд толстовата, но русские придерживались иных канонов красоты и полноту скорее воспринимали как достоинство. В середине XX века, когда был вскрыт саркофаг, облик великой княжны восстановили по останкам. Хороша ли собой была греческая невеста или нет, действительно не имеет значения. Гораздо существеннее то, что она была очень неглупа и неплохо образована. Зоя воспитывалась при одном из просвещеннейших дворов Европы, в эпоху, когда итальянская культура переживала возрождение. Царевна с детства знала греческий, итальянский, латынь, и, кажется, довольно легко выучила русский. Видимо, была способна к языкам. Среди ее личных вещей имелось немало книг, что впоследствии породило легенду о библиотеке византийских императоров, якобы перевезенной в Москву и пропавшей во времена Ивана Грозного. На самом деле у беспреданницы взяться такому сокровищу было неоткуда. В любом случае, великая княгиня настолько отличалась манерами и поведением от воспитанных в запертом тереме русских женщин, что государь сажал ее рядом с собой принимать послов. Последующие монархи своих жен чужеземцам демонстрировать не будут. Из записок иностранцев известно, что Деспина, так ее называли по титулу покойного отца Деспота Марии, была умна и могла вести ученую беседу. Кроме того, эта женщина, несомненно, обладала весьма твердым характером, иначе она не смогла бы влиять на своего супруга, который привык все решения принимать сам. Несмотря на взаимную заинтересованность, переговоры и обмен посольствами продолжались целых четыре года. Тогда все делалось неспешно. Наконец, летом 1472 года, Зоя отправилась в долгое путешествие, кружным путем, в объезд недружественного Москве-Польско-Литовского государства. Дорога заняла четыре с половиной месяца. Щекотливый вопрос о конфессии невесты решился легко и быстро. Девушка была слишком умна и прагматична, чтобы делать из этого проблему. В Москву она прибыла уже не Зоей, а Софьей. Это имя звучало более русским. Как она вернулась в лоно православия, достоверно неизвестно. Скорее всего, никакого особого обряда не было, и Софья просто сделала вид, что никогда не оставляла греческой веры, то есть воспользовалась ложью Ивана Фрязина, что не спасло вольпы от опалы. Видимо, вранье все же каким-то образом раскрылось. Папский легат всю долгую дорогу возглавлял свадебный поезд, везя перед ним католический крест. Но близ Москвы кардинала попросили убраться на задний план, а крест спрятать в сане. Ни об унии с Римом, ни о союзе против турок речи не было. Молодая государыня никакой поддержки кардиналу не оказала, и через два или три месяца он отправился обратно, получив в утешение богатые подарки. Второй брак Ивана Васильевича оказался продолжительнее первого. Софья сначала рожала дочерей, что никак не меняло династической перспективы. Наследником и соправителем великого князя оставался Иван Молодой. Однако в 1479 году у гречанки родился собственный сын Василий, а за ним еще четверо, не считая умерших в младенчестве. В семье государя обозначился опасный раскол, из-за которого весь двор поделился на две враждебные партии — наследника и великой княгини. Конфликт этот перешел в острую фазу, после того, как очевидный и, в общем, бесспорный преемник Иван Молодой в 1490 году умер. Теперь вопрос о наследовании стал менее очевидным. Закона о передаче короны по прямой линии от отца к старшему сыну и так далее не существовало. Да и сама идея того, что, может быть, какое-то правило, обязательное для самодержца, противоречила системе, которую создавал Иван Третий. В высшей инстанции являлась воля государя, и лишь он один имел право решать, кто станет монархом после него. Разумеется, такой порядок перехода власти будет не раз приводить к смуте, поскольку у каждого из сыновей, да и братьев монарха, имелось теоретическое право на трон. Правильный порядок престола наследия в России установится только в конце XVIII века. Для Ивана Молодого честолюбивый отец, опять не без труда, сумел подыскать иноземную православную невесту, хоть и менее именитую, чем Софья Палеолог, дочь Валашского, молдавского господаря Стефана. Елена Валашанка, как называли в Москве молодую княгиню, силой характера не уступала государине, и овдовев возглавила сообщество придворных, делавших ставку на ее сына, маленького Дмитрия. Обе женские партии, грекини и волошанки, боролись за влияние, стараясь склонить на свою сторону стареющего великого князя. Неустойчивое равновесие сохранялось несколько лет. Иван не торопился с решением, вероятно, присматривался к подрастающим княжичам, пытаясь понять, кто из них более подходит на роль правителя и будет лучше держать государство. Есть основания полагать, что колебания Ивана Васильевича объяснялись именно государственными интересами, а не личными симпатиями. По-родственному он, кажется, был больше привязан к Дмитрию, но Иван III не привык в важных делах руководствоваться эмоциями. Имело значение и окружение каждого из претендентов. Вокруг внука собрались знатнейшие люди двора, члены Боярской думы. Это была партия аристократическая. На первых ролях в ней были ближайшие советники Ивана, князья Иван Патрикеев и Семен Риполовский. Партию Софьи можно назвать бюрократической. В ней тон задавали дьяки, чиновничьи сословия, усиление которого было обусловлено потребностями большого централизованного государства. Конфликт двух этих сил, распространившийся и на церковь, носил глубинный характер. Бояре не любили грекиню, потому что она, следуя традициям Византийской империи, стремилась возвысить престиж великокняжеского звания, усложняя придворный церемониал и вводя все новые непривычные ритуалы. Это не только раздражало консервативную знать, но и пугало ее, причем не без оснований. Чем выше становился пьедестал трона, на котором восседал государь, тем больше он обособлялся от Думы, а московские бояре издавна привыкли активно участвовать в управлении страной. В то же время у служилого сословия подобных амбиций не было. Усиление личной власти монарха вполне соответствовало интересам дьяков и неродовитой знать. Несколько лет противоборствующие стороны плели интриги и производили закулисные маневры. Затем произошел взрыв. В октябре 1497 года Дмитрию Ивановичу исполнилось 14 лет. Бояре стали уговаривать государя назначить подростка соправителем, что означало бы полную победу над партией Василия и Софьи. Взволнованные оппоненты составили заговор, намереваясь захватить казну и уничтожить Дмитрия. О заговоре донесли государю. Больше всего Иван Васильевич испугало, что Софья секретничала с какими-то лихими бабами, у которых якобы было некое зелье. Колдовства в те суеверные времена боялись еще больше, чем ядов. Великий князь больше не колебался. Самых активных заговорщиков предали жестокой казни. Лихих баб, как полагалось поступать с ведьмами, утопили в реке. Супругу Иван от себя отдалил, а Василия поместил под стражу. Вскоре после этого Дмитрий, впервые в русской истории, был торжественно венчан на великое княжение. Некоторые историки даже считают, что это было коронованием на царство, ибо в чине церемонии упоминается скипетр царствия. По иронии судьбы, византийский ритуал, который так старательно насаждала Софья, увенчал победу ее врагов. Но государственный интерес оказался сильнее обиды. Миновало совсем немного времени, и Иван Васильевич понял свою ошибку. Ослабление служилой партии привело к усилению Боярской думы, что нарушало систему власти, кропотливо строившуюся государем. Не прошло и года, как недавние триумфаторы, князья Патрикеев и Риполовские внезапно были схвачены. Первого постригли в монахи, второму отрубили голову. В чем заключалась их измена, летописи не сообщают. Лишь в одном из документов упоминается, что великий князь обвинял репрессированных в высокоумничении. Очевидно, те оказались недостаточно гибкими и послушными. Некоторое время после этого Иван Васильевич держал обоих наследников в равноудалении, а их честолюбивых матерей тем более. Однако государь старел. Его здоровье ухудшалось. В апреле 1502 года Иван, наконец, принял решение, видимо, с нелегким сердцем. Сын Василий не отличался государственными талантами, но зато вокруг него не группировалась боярская знать, усиление которой ограничило бы монопольную власть еще не крепкого самодержавия. Вероятно, не последнюю роль сыграло и то, что Софья стала не та, что прежде. Она хворала и скоро умерла. Елена Волошанка была моложе и опаснее. Василия провозгласили большим князем, то есть следующим по старшинству после великого. Дмитрия же вместе с матерью для верности посадили в заточение, хотя ни о каких их винах летописи не сообщают. По-видимому, суровое решение было мерой сугубо профилактической. Иван Третий, как обычно, пожертвовал семейными интересами ради государственных. Для человека средневековья Иван Васильевич прожил долгую жизнь. На 66-м году у него случился инсульт. Отняло руку и ногу, и глаз. И он начал изнемогать и через несколько месяцев, 27 октября 1505 года, скончался. Продолжение следует...